Жизнь каждого деятеля, литературы и искусства всегда сопровождают яркие события, интересные места и известные личности. Именно оттуда они черпают свое вдохновение, выражающееся впоследствии в новых книгах или музыкальных произведениях. Не стал исключением и писатель Иван Соколов-Микитов, биография которого складывалась не всегда легко, но интересно и насыщенно. Родился писатель в 1892 году в урочище Осеки, Калужской губернии. Его отец Сергей Соколов управлял лесными угодьями в поместье зажиточных купцов Коншины. Детские годы и раннюю юность будущий писатель провел на Смоленщине. Очень любил он бродить с ружьем по лесным угодьям, прислушивался к таинственным шорохам леса, разбирался в запутанных следах лесных обитателей. Писатель вспоминал, что лес казался ему сказочным царством. Основной темой в творчестве писателя была природа. Восход и закон, солнце, лес, пороша, ледоход. Обо всем этом он писал с такой любовью, что, читая его книги, нельзя не проникнуться чувством восхищения миром живой природы. Он умеет передать прелесть пробуждающегося весеннего леса, с доброй улыбкой бывалого следопыта рассказать о проделках хитрого зайчишки или повадках своей охотничьей собаки. Книги Соколова-Микитова – это богатый источник сведений об окружающем нас мире, от которого мы порой бываем так далеки. Его рассказы позволяют нам полнее и ярче ощутить многообразие жизни, увидеть красоту леса, разгадать его тайны, лучше понять прелесть родной природы, стать ее другом. Во многих произведениях Иван Сергеевич описывает калужскую природу, ее леса и реки. В автобиографических заметках Иван Сергеевич называет свою родину теплой землей и всегда с глубочайшей нежностью вспоминает о ней. В своих рассказах писатель пристально вглядывается в окружающую его жизнь, удивляется тому, что неожиданно открывается взору. Он дает читателям совет. В лесу надо ходить тихо и осторожно, прислушиваясь к каждому звуку, и тогда перед вами откроется много лесных тайн. Он, как добрый волшебник, может самое обычное и непримечательное сделать красивым и интересным. Читая рассказы о природе, так и хочется запомнить красивое авторское слово. У него упавшая с ветки березы прозрачная капля издает хрустальный звон, а простой паучок превращается в живой драгоценный камешек, душистые цветы ландыша в крошечные фарфоровые колокольчики. Листая книги писателя, можно заглянуть в разные уголки нашей природы, в таймырскую тундру и горы Кавказа, на побережье рек под Москвой и полярные станции. Жители лесов, полей, гор, морей оживают на страницах его книг. Будет воображение и желание пройтись заповедными тропками, найти тот самый домик в лесу, послушать лесных музыкантов. Его книги «Лисьи увертки», «Листопадничек», «Дружба зверей», «Карачаровский домик» и многие другие знакомят читателя с красочным миром природы, а сборники русских детских игр «На камушке», «Заря-зареница» с народными традициями и фольклором. Каждому времени года писатель посвящает свою книгу. В увлекательных рассказах Соколова-Микитова рассказывается обо всем том, что круглый год живет в лесу, о птицах и животных, о цветах, травах и деревьях. Каждому животному он подбирает точное слово. Каждое его движение описывает так, что начинаешь видеть и чувствовать лесных жителей, как будто оказываешься рядом с ними в лесу, в поле, у ручья. С ним не только отдыхаешь душой, уносясь в мир русских полей и лесов, но и узнаешь много нового и интересного. Хороши, чисты, русские снежные зимы. Глубокие сверкают на солнце сугробы. Скрылись подо льдом большие и малые реки. В морозное тихое утро над крышами деревенских домов столбами поднимается в небо дым. Под снежной шубой, набирая силу, отдыхает земля. Тихие и светлые зимние ночи. Обливая снега тонким светом, сияет луна. В лунном свете мерцают поля, вершины деревьев. Хорошо видна накатанная зимняя дорога. Темны тени в лесу. Крепок зимний ночной мороз потрескивает в лесу стволы деревьев. Высокие звезды рассыпаны по небу. Ярко светит большая медведица с ясной полярной звездою, указывающей на север. От края до края протянулся по небу млечный путь, загадочная небесная дорога. В млечном пути распростер свои крылья лебедь, большое созвездие. Что-то фантастическое, сказочное есть в лунной зимней ночи. Вспоминаются пушкинские стихи, гоголевские рассказы, толстой, бунин. Кому приходилось ездить лунной ночью по зимним проселочным дорогам, наверное, вспомнит свои впечатления. А как хороши зимний рассвет, утренняя заря, когда покрытые снегом поля при горке освещают золотые лучи восходящего солнца. И заблестит, засверкает ослепительная белизна. Необыкновенная русская зима, яркие зимние дни, лунные и светлые ночи. Некогда бродили по снежным полям и дорогам голодные волки. Пробегали, оставляя на снегу тонкие цепочки следов, лисицы, разыскивая спрятавшихся под снегом мышей. Даже днем можно было увидеть в поле мышкующую лисицу. Неся над снегом пушистый хвост, пробегала она по полям, перелескам, острым слухом чуяла спрятавшихся под снегом мышей. Полон жизни зимний, казалось бы, мертвый лес. Вот простучал на сухом дереве дятел. Неся в клюве шишку, пестрым платочком перелетел на другое место, к своей кузнице, устроенной в развалине старого пня. Ловко вправил шишку в свой верстак и стал долбить клювом. Во все стороны полетели смолистые чешуйки. Вокруг пня валяется много расклеванных шишек. С дерева на дерево перепрыгнула шустрая белочка. Большая белая снежная шапка упала с дерева, рассыпалась снежной пылью. Много чудес можно увидеть в зимнем спящем лесу. С шумом пролетит ряпчик или поднимется тяжелый глухарь. Всю зиму глухари кормятся на молодых соснах жесткой хвоей. Возятся под снегом лесные мыши. Спят под корнями деревьев ежи. Бегают по деревьям, гоняясь за белками злые куницы. Стайка красногрудых веселых клестов, роняя снежную навесть, с приятным свистом рассилась на покрытых смолистыми шишками ветвях ели. Стоишь и любуешься. Как быстро и ловко теребят они тяжелые шишки, добывая из них семена. От дерева в дереву тянется легкий следок белки. Цепляясь за сучья, сверху сорвалась, упала к ногам обглоданная шишка. Подняв голову, вижу, как закачалась, освободившись от тяжести ветка, как перемахнула, затаилась в густой вершине проворная лесная проказница. Где-то в дремучем лесу спят в своих берлогах почти непробудным сном медведи. Чем сильнее мороз, тем крепче спит медведь. Бродят васинники, рогатые лоси. Затейливая грамота извериных и птичьих следов, исписана поверхность глубоких сугробов. Ночью здесь пробегал жаровавший васинники заяц-беляк, оставил на снегу круглые орешки помета. Зайцы-русаки ночами бегают по полям, откапывают хлебную озимь, оставляют на снегу путаные следы. Нет-нет, да и присядет на задние лапы, подняв уши и слушает далекий лай собак. Под утро зайцы скрываются в лесу. Они сдваивают и страивают свои следы, делают длинные сметки, ложатся где-нибудь под кустом или еловой ветвью головой к своему следу. Трудно увидеть залегшего в снегу зайца. Он первый замечает человека и быстро убегает. Возле деревени старинных парков увидишь раздувшихся краснозобых снегирей, а у самых домов попискивают шустрые смелые синички. Случается, что в морозный день синицы залетают в открытые форточки или в сини домов. Я приручал залетавших в мой дом маленьких синиц, и они быстро в нем обживались. С дерева на дерево перелетают оставшиеся зимовать вороны. Бабьими голосами перекликаются сероголовые галки. Вот под самое окно прилетел, уселся на дереве поползень. Удивительная птица, умеющая ползать по стволу вниз головой. Иногда поползень, подобно синицам, залетает в открытую форточку. Если не шевелиться, не пугать его, он улетит на кухню и будет подбирать хлебные крошки. Птицам голодно зимою. Они добывают корм в щелях древесной коры. Снегири питаются семенами, зазимовавших под снегом растений, ягодами шиповника, держатся возле хлебных сараев. А как хороши зимою покрытые льдом и снегом лесные озерки, застывшие малые реки, в которых продолжается невидимая глазу жизнь. Во всех своих произведениях замечательный русский писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов остался преданным простоте и красоте русской речи, которая и сделала популярным его талант. Иван Сергеевич прожил большую и нелегкую, но очень интересную жизнь. Написал много замечательных книг. В их основе – любовь к родной земле, к живущим на ней людям. Книги Ивана Сергеевича еще много лет будут доставлять радость многим поколениям людей, потому что всегда будут дороги им родная земля и ее природа, человечность, доброта и чистое, звучное, поэтическое слово.